Развеиваем слухи. В телеграм-каналах и социальных сетях, в том числе и селегорских пабликах, начала появляться информация, цитируя, что некоторые школы и сады предупреждают родителей, что за участие в массовых акциях семьи могут признать неблагонадежными и забрать детей, а также дают подписывать предупреждения о последствиях таких действий. Эту информацию не подтвердили ни в садах Открытого акционерного общества «Беларуськалий», ни в горисполкомовских, ни в Управлении по образованию. Хочу отметить тот факт, что необоснованно, минуя процедуру декрета номер 18 президента Республики Беларусь, ни одного ребенка никто просто так из семьи забирать не будет. Ни одна служба не возьмет на себя такую ответственность. Чтобы изъять, отобрать ребенка у родителей, есть документ, это постановление 22 Совета Министров Республики Беларусь о признании детей, находящимися в социально опасном положении. Согласно этого постановления, имеются обозначены критерии для признания детей и для отобрания их из семьи. Участие в несанкционированных митингах отдельно критериям не выставляется, нет такого критерия. Чтобы изъять ребенка из семьи, нужно доказать, что проживание в семье угрожает жизни и здоровью ребенка, нарушается его безопасность. И только в совокупности многих критериев, когда действительно ребенок проживает в неблагополучных условиях, а родители ведут аморальный образ жизни, являются алкоголиками или наркоманами, будут приниматься меры согласно декрету номер 18. Чтобы изъять, как вы говорите, ребенка из семьи, отобрать у родителей, нужно принять решение. Координационный совет в составе, в состав которого входят руководители всех субъектов профилактики, должен принять решение. И только на основании этого решения ребенок изымается из семьи и обеспечивается его безопасность. Продолжение следует...